В парке имени Льва Толстого продолжает работать главная новогодняя ярмарка Подмосковья. Ежедневно на сцену выходят артисты и творческие коллективы города. Программа выступлений не повторяется. В этом убедились и наши корреспонденты. Встречайте Дед Мороз! Под этим девизом прошли народные гуляния в парке Толстого в пятницу. Главный символ новогодних праздников не только поздравлял, но и проводил конкурсы. Привезли к нам ёлочку в детский сад, нарядили ёлочку для ребят. Стихи и песни исполняли только дети, а вот танцевальный конкурс заставил показать свое мастерство и взрослых. Один из главных призов – новогодняя маска. Достался химчанке Ольге. У нас был танцевальный конкурс, а мы с подругой в школе, когда учились, здесь с ней занимались танцами. Ну, я, собственно говоря, показала ковырялочку. Во второй день ярмарки сценические номера не повторялись. Один из постановщиков праздничной феерии Георгий Сухоруков рассказал, что над сценарием трудились всем городом. Каждый артист внес свою лепту. Вся режиссерская постановочная группа городской группы Химки сценарий готовили в течение месяца. То есть, как вот было задумано, что будет ярмарка, что будет это самое, это подбирание программы. Это же приезжают к нам гости со всей области. Праздник в парке Толстого каждый день начинается ровно в 16 часов. Такие праздники в парке Льва Толстого будут проходить постоянно. Каждый день сюда будут приезжать творческие коллективы из разных районов Подмосковья. И, конечно же, главные народные гуляния состоятся в ночь 31 декабря на 1 января. На праздник приглашены все химчане. В субботу в парке Льва Толстого появились так называемые реконструкторы. Те, кто воспроизводит быт, одежду, доспехи и ремесла разных исторических периодов. Гости города мастеров могли попрактиковаться в фехтовании и даже нарубить дров. Все выходные со сцены играла музыка. Творческие коллективы ради зрителей выкладывались по полной. Мы тратиста уже гуляем. Как вам программа? Нам нравится. Мы тут не первый день. Да, сыну нравится. На ярмарке можно приобрести сувениры, елочные игрушки, льняные изделия. А для тех, кто проголодался, кулинарные шедевры разных национальных кухонь. Все интересуются вообще больше всего русской кухней. Вот у нас здесь представлен такой старый русский напиток «Сбитень». Все почему-то удивляются, почему он безалкогольный. На самом деле безалкогольный спитень. В него входит медовой напиток с набором специй. Главная подмосковная ярмарка продолжит свою работу до 11 января. Артем Макаров, Ольга Донченко, Сергей Гвоздев, Алексей Козеров, Валерий Алексеев. Служба новостей.